Ста-пятидесятилетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина посвящается. Каким был Ленин? Был день как день, простой, обычный, одетый в серенькую мглу. Гремел сурово голос зычный, городового на углу. Гордясь облеском камелавки, служил в соборе протопоп. И у дверей пятийной лавки шумел с рассвета пьяный скоб. На рынке лаялись торговки, жужжа, как мухи на меду. Мещанки, зарез на обновке, метались в ситцевом ряду. На дверь присутственного места глядел мужик в немой тоске. Пред ним обрывок манифеста желтел на выцветшей доске. На колонче кружил пожарный, как зверь прикованный к кольцу. И солдатня под мат угарный маршировала на плацу. К реке велась обоза флента, шли бурлаки в мучной пыли. Куда-то рваного студента чины конвойные вели. Какой-то выпивший фабричный кричал кого-то разнося. Прощай, студентик гримычный. Никто не знал. Россия вся не знала, крест неся привычный, что в этот день такой обычный в России Ленин родился. В историю международного революционного движения, в героическую эпопею борьбы ВКПБ, за победу социализма в нашей стране, Ленин вошел как неповторимый вождь, как гениальный, вдохновенный полководец миллионных масс пролетариата и угнетенных всего мира, как величайший революционер-стратег, политик и теоретик. Максим Горький в 1920 году писал о Ленине. Цитата. Он не только человек, на волю которого история возложила страшную задачу разворотить до основания пестрый, неуклюжий, ленивый человеческий муравейник, именуемый Россия. Его воля, его удары мощно сотрясают монументально построенные капиталистические государства Запада и тысячелетиями слежавшиеся глыбы отвратительных рабских деспотий Востока. Работу его мысли я сравнил бы с ударами молота, который, обладая зрением, сокрушительно дробит именно то, что давно пора уничтожить. Конец цитаты. Этот молот, поднятый рабочим классом России и его партией, в дребезге раздробил великодержавный помещичий строй. В дребезге разбил вооруженное отчаянное сопротивление белогвардейщины и вывел Союз Советских Республик на путь победоносного социалистического строительства. Партия под руководством лучшего ленинца, лучшего ученика Владимира Ильича Ленина, товарища Сталина, разбила на голову контрреволюционный троцкизм, разгромила правую оппозицию, ни на минуту не ослабляя боевого огня налево и особенно против главной опасности – правого уклона, против всех отклонений от ленинской национальной политики. Ленинское руководство партии обеспечивает победу социалистической пятилетки – окончательное завершение строительства социализма в нашей стране на основе ленинского соревнования и ударничества. Наша партия высоко держит знамя Ленина. С ним она победила в Великих Октябрьских боях 1917 года. С ним одержала решительные победы на фронте социалистического строительства. С ним она победит в грядущей мировой пролетарской революции. Разве молнии велишь – не литься? Нет, не оковать язык грозы. Вечно будет тысяча страницей грохотать набатный ленинский язык. Разве гром бывает немотою болен? Разве держишь смерч, чтоб вихрем не кипел? Нет, не ослабеет ленинская воля. Миллион насильной воли РКП. Разве жар такой термометрами мерится? Разве пульс такой секундами гудит? Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди. Часто в разговоре он с сожалением употреблял презрительное слово «икона», когда речь заходила о каком-нибудь старом революционере, который не имел уже никакого влияния, слова которого не влияли никак на действия массы, но которого окружали почетом и всячески превозносили. Владимир Ильич говорил, что же, это уже икона. И в его сочинении есть цитаты, в которых он говорит, что икона – это нечто такое, чему надо помолиться, поклониться, перед чем надо перекреститься, но что никак не влияет на действия людей. Ленина не надо превращать в икону, надо, чтобы его идеи служили руководством к действию. Эта мысль, мне кажется, должна быть руководящей идеей у тех комсомольцев, которые хотят стать ленинцами. К эстраде сгрудились мы, тысячной толпой, золгорохота ловации могучей. Товарищ Ленин руку поднимал, молил пощады, но пощадам мимо. И осажденный радостью стоял он перед лагерем неумолимым. Скажи, Ильич, что делать нам с собой? С сердцами вздребезги готовыми разбиться. В боях мы были, вновь готовы в бой. А он нахмурился и вдруг сказал – учиться. Он знал, что идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. Но прежде чем идти к массам, он решил подковать себя в теоретическом отношении. Читать вообще мало проку. Писал он младшему брату, когда тот сидел в тюрьме. Владимир Ильич работал систематически, штудировал книги, делал выписки. Он умел работать, не теряя попусту время. Характерно, например, что перед поездкой в Сибирь, в ссылку, ему разрешили ехать за свой счет и остановиться в Москве на несколько дней для свидания с матерью. Он и эти немногие дни использовал для посещения Румянцевской библиотеки и просмотра нужных ему для работы книг. Много работал он в библиотеках и за границей. Отчасти это вызывалось не менее средств, которые у Владимира Ильича были всегда очень ограничены. А главным образом тем, что в библиотеках он имел возможность работать спокойно, в более благоприятных условиях. Его не отрывали там визитеры и прочее. Но Владимир Ильич в то же время любил жизнь во всех ее проявлениях. Любимым его отдыхом были прогулки. Он старался отыскивать новые красивые места, по преимуществу более безлюдные. Ездил на далекие прогулки на велосипеде. И это давало ему настоящий отдых от умственной работы, от трепки нервов, которой так много было в обстановке эмигрантской жизни, с ее дроблением на группы, течения и прочее. За исключением кратковременных поездок на отдых в деревню, за границей, во время которых он, конечно, тоже не порывал с политической работой, Я не знаю ни одного месяца, больше того, ни одного дня, когда бы он не жил жизнью партии, не болел ее неудачами, не радовался ее успехам. Слова у нас, до важного самого, привычку ходят, ветшают, как платье. Хочу сиять заставить заново, величественнейшее слово, партия. Единица, кому она нужна? Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? Разве жена? И то, если не на базаре, а близко. Партия. Это единый ураган. Из голосов спрессованных, тихих и тонких. От него лопаются укрепления врага, как в канонаду от пушек перепонки. Плохо человеку, когда он один. Горе одному. Один не воин. Каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое. Но если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг. Партия. Рука миллиона палая, сжатая в один громящий кулак. Единица вздор. Единица ноль. Один. Даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно. Тем более дом пятиэтажный. Партия. Это миллионов плечи, друг к другу прижатые туго. Партия из тройки в небо с мечем, держа и вздымая друг друга. Партия. Спинной хребет рабочего класса. Партия. Бессмертие нашего дела. Партия. Единственное, что мне не изменит. Сегодня приказчик, а завтра царство стираю в карте я. Мозг класса. Дело класса. Сила класса. Слава класса. Вот что такое партия. Партия и Ленин – близнецы-братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Упорная теоретическая работа не делала Владимира Ильича сухим книжным человеком. Ту страсть, которую он вкладывал в работу, он вкладывал в отдых, прогулки и прочее. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, любил людей, болел душой за их страдания, за несправедливость по отношению к ним. Прав был горький, который писал, что он не встречал, не знает человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям, горю, страданию людей. И поэтому-то столько страсти вносил Владимир Ильич в свою работу, проявлял в ней такой горячий темперамент. Когда Владимир Ильич был еще юношей, и его арестовали в первый раз за студенческие волнения, пристав сказал, обращаясь к нему. «И чего вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена. Стена, да гнилая. Ткни и рассыплется», — ответил ему Владимир Ильич. У Владимира Ильича было какое-то особенное чутье масс, тяготение к ним, постоянная тесная связь. Изучать эти массы Владимир Ильич начал, как я говорила, еще будущей юношей. Он знакомился с крестьянской массой, когда жил в Казанской, Самарской деревнях, а позднее в Сибири и в Питере. Когда он вел работу среди рабочих, у него был совсем особенный подход к ним. Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, рисовавшей быт, жизнь рабочих. По отдельным черточкам старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, за что можно ухватиться, чтобы лучше подойти к рабочему с революционной пропагандой. Увязка теории и практики — вот что было особенностью работы Владимира Ильича в кружках. И когда он говорил с рабочими или писал для них, он старался всегда говорить и писать так, чтобы рабочие его понимали. Ленин никогда не становился пленником большинства. Особенно, когда это большинство не имело под собой принципиальной основы. Бывали моменты в истории нашей партии, когда мнения большинства или минутные интересы партии приходили в конфликт с коренными интересами пролетариата. В таких случаях Ленин, не задумываясь, решительно становился на сторону принципиальности против большинства партии. Более того, он не боялся выступать в таких случаях буквально один против всех, рассчитывая на то, как он часто говорил об этом, что принципиальная политика есть единственная правильная политика. Он тогда и Лениным не звался. Он позднее Лениным назвался. Он еще был очень молодой. Может быть, вот здесь. Месяцем он любовался, повисшим над водой. Трогал ветви добрыми руками. В летний вечер, выйдя на крыльцо, толковал о жизни с мужиками, вглядываясь в каждое лицо. Слушал их. Угадывал броженья сокровенных мыслей. А пока сочинял судебное прошение. От лица Ивана Бедняка. Щурился. В подробности вдавался всех забот клиента своего. Он тогда и Лениным не звался. Это имя Грозное его чуть поздней возникло под статьями. Но, быть может, стоя за плечом, здесь его сибирские крестьяне первый раз назвали Ильичом. Революционная теория, говорили Ленин и ряд согласных с ним товарищей, служит руководством к действию. Учение Маркса и Энгельса основано на изучении всей истории человечества, на учете опыта всех прежних революций. Оно показывает, куда идет общественное развитие. Указывает, как надо рабочим бороться, чтобы победить. Борьба необходима, но она не может, не должна идти вслепую. Важно, чтобы ясна была цель борьбы. Ясен был путь, каким надо идти. И Ленин подчеркивал важность революционной теории, все время напирал на это. Вопрос о революционной теории обсуждался много лет назад. Но этот вопрос и сейчас до чрезвычайности важен. Сейчас наша партия переживает такое время, когда от каждого работника требуется, чтобы он сам разбирался хорошенько в том, что кругом происходит. А бывает так, что он всем сердцем за партию хочет делать так, как партия указывает, а часто он не понимает директив партии. Мало у него знаний и выходит не так, как надо. И поэтому сейчас, в связи с чисткой, партия во весь рост поставила вопрос о необходимости для каждого поработать над тем, чтобы яснее себе представить, что такое партия, за что она борется и какими способами. Вот этот вопрос, который много лет назад, при самом еще рождении партии возник, вопрос о революционной теории и сейчас, и по сию пору, имеет очень большое значение. Ленинизм, как известно, это марксизм эпохи пролетарских революций, эпохи диктатуры пролетариата. Эта эпоха открывается победой диктатуры пролетариата в одной стране и продолжается до полного уничтожения классов в мировом масштабе. Ленинизм, поэтому, не исторический памятник, а острейшее оружие в классовой борьбе, которую ведет всемирный рабочий класс, возглавляемый коммунистическими партиями. Главное, в ленинском подходе, к общественным явлениям и процессам, органическое единство научной объективности и принципиальной оценки их с позиции рабочего класса. Овладение принципом классового подхода к анализу общественных явлений требует, прежде всего, обращения к ленинскому идейному наследию. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающей к себе работе с каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, как или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом, в массовом числе, как раз в тех классах, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 90-х из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации и советы, и этим советом передается вся государственная власть. Вот почему, как не клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово совет стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман, она не извечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться всем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Передача подготовлена редакцией Красного радио фонда Рабочей академии. Использованы фрагменты книг, статей и выступлений Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина, Надежды Константиновны Крупской, Марии Ильиничной Ульяновой, Владимира Владимировича Маяковского, Жарова Александра Алексеевича и Михаила Васильевича Попова. Дорогие товарищи, изучайте марксизм-ленинизм и боритесь за дело рабочего класса, как это делал Ленин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ильинична Корректор А.Егорова Продолжение следует...